Забавную вещь отметили мои знакомые вурналисты. Они говорят, что вот люди, которые уезжая в Давос, говорили, что да, конечно, мы вернемся и все вам расскажем. Вернувшись из Давоса, одни сказали, что мы болеем, другие сказали, что мы устали, третьи сказали, что у нас много дел, четвертые, что нам спать хочется, и в результате почти никто из них комментировать ничего не стал. Ну, я думаю, что это, в общем-то, некоторый признак того, что там происходили события для России совсем не радостные. Начнем с замысла. Хорошо, есть сценарий. Вы хотите привлечь иностранных инвесторов. Чем-то. Вы рисуете негативные сценарии. Простите, пожалуйста. То есть вы хотите сказать, что у нас все будет очень плохо, несите нам, пожалуйста, свои денежки. Вот такая логика. 350 экспертов Давосского форума делали это под научным руководством товарища Кудрина, как я понимаю, который возглавляет соответствующий фонд. И я сильно подозреваю, что за деньги товарища Грефа, то есть Сбербанка, который государственный банк, и отчасти это наши с вами деньги. То есть, по крайней мере, господин Кудрин с господином Грефом могли так тактично поинтересоваться. Ребят, а что у вас там получается? Если 350 экспертов Давосского форума говорят, что все плохо, Россия швах, ну, ребят, нет проблем. Возьмите своих экспертов и спросите их, а что нужно сделать, чтобы у нас все было хорошо, чтобы было чем привлекать иностранных инвесторов. Это с одной стороны. И этого сделано не было. С другой стороны, ну, Алексей Леонидович Кудрин человек многогранный, и, в общем, про него никто сильно дурного не говорит в плане личных характеристик. Но вот господина Грефа никто и никогда не обвинял в ангельском характере, в всепрощенчестве, в том, что он как бы прощает срыв поручений. Вот не приходилось мне слышать в бытности его министром экономического развития и торговли подобных обвинений в его адрес. Ну, так, просто вы заплатили деньги за конкретную работу, и вас за эти деньги облили помойми. Если эта задача не решена, ну, я думаю, что товарищ Греф нашел бы такие слова, которые были бы, с одной стороны, безупречно корректными, а, с другой стороны, часть этих экспертов полысела бы, а часть бы посидела бы. От этих вежливых, спокойных, нежных и толерантных слов. Вот товарищ Греф почему-то этого не сделал. Из чего можно заключить? Что представление этих трех сценариев вполне соответствовало задачам, задачам, которые стояли, которые ставили перед собой товарищ Кудрин и товарищ Греф. Теперь вернемся к тому, что это за сценарий. Ну, вы знаете, как же так, я плохо думаю о российских либералах. Но если западные либералы таковы, как они показали себя в виде этих сценариев, то российские либералы просто преподаватели математики. Они просто умные и организованные люди. Потому что с 1994 года у нас по любому поводу пишется сценарий. Хороший вариант, плохой вариант, инерционный, что будет, если государство не будет ничего делать. В этом случае все три варианта, и на это сетовали и Кудрин и Греф, и, по-моему, даже Медведев. Все три варианта исходили из того, что государство не делает ничего. Ох, прости господи, не проявляет никакой инициативы. Даже в нашей стране, прости господи, такого не бывает. Как бы старалось наше либеральное государство придерживаться доктрины невмешательства никуда и ни во что, оно все равно куда-нибудь обязательно вляпывается. И хоть что-то, но делают. Сейчас, например, все деньги резервного фонда, фонда национального благосостояния и все операции с долгами отдают создаваемому заново агентству, которое будет акционерным обществом в перспективе. Ну и, строго говоря, это такое ощущение, что это будет воровство, на фоне масштабов которого меркнут даже залоговый аукцион. Но это пока ощущение, может кто-нибудь что-нибудь исправит, кто-нибудь одумается. Но государство всегда что-то делает. Ну, по-другому не бывает. Даже если вы истовый либерал и веруете в то, что государство должно быть ночным сторожем с министерской зарплатой, эти ночные сторожи все равно чему-нибудь отчебучат. То есть предположение о том, что государство не будет делать ничего, оно, а, оскорбительно для государства, потому что если все сценарии негативные, то государство должно как-то реагировать. И, б, оно нереалистично, потому что если все сценарии негативные, то государство все равно будет как-то реагировать. По-хорошему или по-плохому, но будет обязательно. И вы прогнозисты, ваша же функция не сидеть курить в бамбуке и думать, как оно будет, а в том числе советовать людям, если вы не хотите попасть вот в эту ловушку, и в эту ловушку, и в эту ловушку, то вам нужно сделать вот это, это и это. А если вы не хотите, то вы сами виноваты, мы вас предупреждаем. Нормальная позиция прогнозиста. Но эта позиция, она недоступна экспертам Всемирного экономического форума. У меня очень нехорошее ощущение, что в этом Даосе был кастинг. Кто у нас в России главный либерал, который лучше всех для российского бизнеса? И кто-то очень серьезно подставил на этом кастинге товарища премьера. Потому что, ну, конечно, человек должен читать то, что он говорит, и корректировать. Я знаю, что, скажем, некоторые свои послания, люди, которые работали на Путина в то время, это было давно, в один из первых двух его президентских сроков, они просто оплевывались, потому что они работали, приносили человеку тщательно проработанное послание, и потом он зачитывал то, что он писал сам по мотивам этого. И это было, конечно, всем очень неприятно. Но здоровое критическое отношение к тому, что делают ваши сотрудники, как бы вы сильно им не доверяли, оно должно быть. Товарищ Медведев выступает, ну, допускаю, что ему их заранее не показали. Хотя, вообще-то, стоит интересоваться тем, а что вам придется комментировать. Товарищ Медведев выступает и говорит разумные вещи. Первое. Эти, так сказать, сценарии негативные, это не для нас. Вообще, что делал Товарищ Дворкович, который перед началом публично заявил, что Медведев сам будет презентовать сценарии, все они негативные. Ну, из этой ловушки Медведев, слава богу, вывернулся. Он не стал презентовать, даже ему стульчик, там, говорят, стоял на сцене, он не стал туда садиться. Значит, дальше, товарищ Медведев говорит правильные вещи. Первое. Все сценарии негативные. Второе. Все сценарии нереалистичны, потому что правительство будет бездельничать. Кстати говоря, это обвинение в его конкретный адрес, потому что не президентское дело заниматься экономикой. То есть, оглашение этих сценариев уже унижает Медведева и показывает его бездельникам. Что, по крайней мере, политически неправильно. После чего Медведев абсолютно правильно говорит, что нужен четвертый сценарий. И на этом позитивная часть заканчивается. Потому что этого четвертого сценария он не нарисовал. Но, когда представитель правительства говорит с трибуны, что будущее России зависит от наших с вами усилий, неплохо было бы вспомнить, что инвестор и вообще бизнесмен, это машинка такая социальная для извлечения прибыли. Других общественно полезных функций у него нет. Конечно, он там социальное ответственное и все остальное. Но если в Таиланде, в Бангладеш или в Гаити будет норма прибыли выше, он туда уйдет. Ему плевать на землетрясение, на преступный режим и на все остальное. И государство организует развитие и задает правила этого развития. Если вам не нравится инновационный сценарий, то представитель этого государства, говоря об этом, говоря о других вариантах, не должен быть, что вы, товарищи инвесторы, должны подыменить нас в этой сфере, по сути дела. У нас один подыменил такой, товарищ Браудер, значит, юрист погиб трагически, а Браудер считается врагом, если не народу, то, по крайней мере, налоговую службу. Товарищ Медведев не нарисовал этого сценария, подтвердив тем самым негативные предположения в свой собственный адрес, от которых он только что открестился. Дальше все прекрасно понимают, что рождаемость в России растет, а, за счет того, что отложенные рождения, так сказать, люди, так сказать, веря в позитив, начинают все-таки осуществлять, и второе, за счет притока мигрантов. Причем, как говорил товарищ Доренко, не к столу будет сказано, казалось бы, при чем здесь Лужков? Казалось бы, при чем здесь российское правительство? Нет, мы этим хвастаемся. Причем мы этим хвастаемся не перед нашистами, которые, так сказать, не знают, что такое корень из ста. Мы хвастаемся перед инвесторами, которые уж ситуацию в России худо-бедно, но изучили. Реальная задача Довоса – это выработка мировой повестки дня. Если мы в мировую повестку дня, которая актуальна для всех, всунем свои 10 строчек на потные мятые бумажонки, но если мы туда засунем, то мы получим участие, мы станем одними из интеллектуальных лидеров мира. А это принесет нам очень много, и денег в том числе. А мы вместо этого устраиваем ярмарку народных промыслов, ярмарку выходного дня. Вот мы выехали оттянуться и заодно рассказать, какие мы красивые и крутые. Для колхозников это нормально. Для людей из Белоруссии или из Смоленщины это нормально. Но наше правительство вроде бы претендует быть правительством Российской Федерации. И оно ведет все очень странно. То есть возможность, которую уникальную возможность дает Давос, мы не используем. Когда нас другие люди ставят в мировую повестку дня, мы наслаждаемся. Когда ключевые участники мировых процессов говорят, у нас вообще-то есть более актуальные проблемы, хватает ума и возможности для того, чтобы пробиться в престижную секцию. Одну из первых. Но когда люди на эту престижную секцию приходят, они ничего, что тянет на интеллектуальную повестку дня, не слышат. И они разочаровываются. Понимаете, я могу по-разному относиться к разным чиновникам, но господин Медведев, вообще-то говоря, председатель правительства Российской Федерации. Когда российские СМИ, причем такие вполне корректно относящиеся к государству, к бизнес-СМИ, пишут о том, что в середине его выступления люди начали вставать и уходить. И самое главное, что я понимаю, что у нас сейчас плохая ситуация. У нас сейчас беда. Можно обсуждать, виновата государство, или опять хорошим реформатором попался плохой народ. Но если вы приехали заниматься, уж своими вещами будем называть, продвижением своей страны, да и себя лично тоже, ничего плохого в этом нет, вот так продвигаете по-человечески. Раз, товарищ Кудрин, тихий, скромный, интеллигентный, лишних слов не говорящий, оказался на этом фоне солнышком и светочем. И все, осторожная звезда Кудрина зажглась снова. Она чуть-чуть не угасла, когда она влипла в снег на проспекте Сахарова. И, честно, аккуратненько зажглась снова. И пусть она горит хоть в 60 ватт, хоть в 75 ватт, благодаря чему Медведеву 100 ватт лампочки запретил, но не за счет действующего председателя правительства, кем бы он ни был. Как эксперт Делягин, могу набросать кучу идей. Но часть из них будет враждебно аппарату, а часть из них будет не принято аппарату, потому что она новая. Что должен он делать нормальный, вменяемый аппаратчик? Он должен взять высказывание своих начальников за последние 5 лет и выбрать оттуда то, что не пошло в серию, что не пропагандировалось, не продвигалось. Вот бросил идею, ну и отвлекся на другие дела. Потом из этих мыслей убирается то, что враждебно Западу, уважаемым гостеприимным хозяевам. И что враждебно Китаю. Потому что китайцы люди скромные, но ссориться с ними не надо. Все остальное упаковывается и предлагается, что это да, это проблема не наша. Это проблема глобального развития. Но мы тоже умные, мы тоже думаем, и вот вам наши 5 копеек или 20 центов, или 1 цент для размышлений. Это называется интеллектуальная инициатива. Пусть не примут, пусть оплюются, но я напомню, что Путин в 2001 году, после 11 сентября, выступая в Бундестаге, предложил Западу пакт «Энергию в обменной технологии». Сланцевая революция 2016 года будет ограничена рамками Соединенных Штатов Америки. Танкеры ничего не построят. То влияние, которое она сейчас оказала за счет прекращения поставок США, она уже оказала. То есть до 2016 года у нас есть время, когда мы можем предложить пакт, переформатировать его. Комфортные цены за энергию в обменной технологии. Что-то еще предложить. Предложить. И ведь предложат же в течение ближайшего полугода что-нибудь красивое и яркое, но не на Довусе. А на какой-нибудь пресс-конференции в районном центре Лагодрадской области. Вот увидите. Касательно наших вещей. Понятно, что есть болевые точки. И в этих болевые точки нужно отвечать первыми. Закон пиар, иначе вас размашут. Болевая точка сегодня – это ответ законом Димы Яковлева на список Магнитского. Что нужно говорить бизнесу? И да, бизнес понимает, что Магнитский может быть и преступником. Может быть. 50-50. Во-первых, он не делал ничего того, что не делают другие уважаемые инвесторы. Тут как бы так, некоторые из других уважаемых инвесторов. А во-вторых, в Уголовном кодексе Российской Федерации нет такого наказания, как зверское замучивание подследственного до суда. И нужно было сказать, да, тут мы понервничали, подергались, ГАЗДО может быть слишком эмоционально ответить, это то, что говорил Путин. Но мы тут внимательно изучили обстоятельства дела, мы их будем расследовать еще раз, и всех виновных на каждом месте, если они действительно есть. Все! А потом, если уж вы хотите поиграть по-честному, проведите это расследование в конце концов. Когда руководителя района налоговой службы дворец в одном из самых дорогих мест мира, Ребят, вы точно уверены, что это правильно, и что так должно быть? Точно уверены, что этот начальник налоговой службы в своем праве? Вам не обидно, что вот у вас там нет ничего, а у него есть? Нет, все хорошо, все по закону, но тогда идите умывайтесь. Так вам будут относиться еще хуже, чем сегодня. Вот, то есть это не обязательно правовая позиция, но просто, если вас поймали за руку, извинитесь, в конце концов. Нет, это минимум приличий. Нет, мы вылезаем, питерский юрист заявляет, что магнитский преступник. Прости господи, это так повторялось по части всех преступников, всех, кто убивает людей на улицах, что все уже наизусть выучили, что до суда нельзя называть человека преступником. Подозреваем, пожалуйста. Да, он совершал преступление. И вот здесь сидит Браудер, который тоже мерзавец. Простите, пожалуйста, судебное решение по господину Браудеру предъявите, пожалуйста. Второе. Простите, пожалуйста, допустим, вы правый и магнитский действительно преступник. Допустим, вы бы постарались и оформили судебное решение как раз накануя в свое выступление. А где в Уголовном кодексе Российской Федерации написано, что смертную казнь можно применять таким образом к таким людям? У нас вообще моратория на применение смертной казни. Это как? Нет, мы зовем иностранных инвесторов в гости. Смотрите, что с вами будет. Классная позиция. Дальше. Ну, я понимаю, что есть вещи, которые трудно говорить. Но есть вещи, которые совсем не трудно говорить. Ну, сидите вы на дружеском завтраке. На завтраке вроде все еще трезвые. Там нехорошо пить с утра, никто не пьет. И кто-то там неудачно говорит, что вот ваша страна напрасно отпустила Сергея Брина в Соединенные Штаты Америки, он там сделал Гугл и теперь правит миром. Ну, любой человек на автопилоте говорит, что Гугл это хорошая штука, я сам им надо пользуюсь. Или мы будем стараться, чтобы следующие Брина не уехали от нас. А этот Брин вообще вернулся на историческую родину, чтобы ему здесь было лучше. Ну, тысячу речевок такого рода можно придумать вообще не приходя в сознание. Что мы слышим? Причем мы слышим это не от журналистов, которым стало стыдно. Мы это слышим от вице-премьера правительства Российской Федерации, который радует, какой у него умный и остроумный руководитель. Мы слышим в ответ, что а вообще-то она была свобода. А сейчас-то, конечно, мы бы его не то, что не выпустили, мы бы его еще и арестовали. Приходите к нам в гости, дорогие товарищи инвесторы. Создавайте у нас новые интеллектуальные технологии. Читайте наши законы. Мы их обязательно будем исполнять по отношению прямо к вам. Ну, понимаете, вот нас слушают уже женщины и может быть даже некоторые дети. Я не могу это комментировать нормально. Я понимаю, что... Бывает казарменный юмор. Да, есть такой жанр. Бывает юмор спецслужб, бывает юмор полевых хирургов. Но вы пришли людей звать, вкладывать к вам деньги. Ну, зашивите себе рот суровой ниткой, наклейте на него пластырь и улыбку. Объясните своему переводчику, что не нужно переводить глупости. В конце концов, тоже нормальные технологии. Объясните своему вице-премьеру, что если шутка не получилась, то не нужно рассказывать об этом журналистам. Они же повторят и процитируют. Это нормальная либеральная позиция, что Россия должна стать такой недоэстоникой. И тогда все будет хорошо. У нас есть академики, даже директора академических институтов по общественным наукам, которые на голубом глазу публично объявляют о том, что вообще Россия должна избавиться от Сибири и Дальнего Востока. И тогда все будет хорошо. Что Россия должна распасться, разделиться и так далее. И чем мы меньше, тем нам лучше. Посмотрите. За счет того, что глобализация не бьет по маленьким странам, это признак то ли экономического идиотизма, то ли черного юмора. Посмотрите на Латвию, Литву, Прибалтику. Кризис 2008 года страшно по нам ударил. Минус 7,9% падения ВВП у нас было. Но там-то было больше 13%. Чем вы мельче, тем вы менее устойчивы. Если вы Титаник, нужен айсберг, чтобы вас потопить. А если вы, извините, спичечный коробок, то не нужен никакой Титаник. Достаточно волнения, 0,5 балла, и вы намокнете и утонете. Только так. Так что товарищ Чубайс в данном случае, если вы правильно поняли, конечно, он просто воспроизводил стандартную либеральную мантуру о том, что России быть не должно. В конце 80-х годов мысль о том, что мы будем такой второй Голландией, это была идея. Да, мы устали от войны, мы устали от конфронтации, это было психологически понятно. Сейчас уже всем понятно, что если у вас население меньше 250 миллионов, то вы никто и звать вас никак. Евросоюзу понятно, и Америке, и Латинской Америке понятно. И даже японцы из-за недостатка населения при всей своей экономике испытывают большие, серьезные проблемы. Ну, а нашим либералам хоть кол на голове тиши, что называется. С другой стороны, понимаете, что такое либерал? Это человек, который смотрит на жизнь не с точки зрения своей страны, так сказать, происхождения или паспорта, а с точки зрения глобального бизнеса. Это человек сегодня, который искренне верует в то, что государство должно служить глобальному бизнесу. А если интересы глобального бизнеса несовместимы с интересами народа или убивают народ, то тем хуже для этого народа опять нам не те людишки попались. С этой точки зрения, да, для глобального бизнеса серьезной страной России быть не должно. Должна быть серьезная страна Microsoft, Sony, Toyota, должна быть серьезная страна General Motors. А России нет такой страны. Пусть будет вас. Этого достаточно. Товарищ Сурус послушал три сценария, которые ему объяснили. Послушал комментарии Кудрина и Грефа. Послушал выступления Дмитрия Анатольевича Медведева. А что он мог сказать после этого? Когда вам все представители страны на разные голоса говорят, что все плохо. У него, конечно, может быть и свои интересы. Он глобальный спекулянт. Может, он нашу статистику изучал, как раз тормозится экономический рост. Может, он смотрел, что у нас происходит со средним классом, как раз снижаются доходы населения в городе Москва, например, в прошлом году. Может быть. Но, знаете, не нужно было изучать Россию для такого вывода. Игорь Чубайс повторил Сороса потом. Он начал за здравие, окончил свое выступление за упокой. Так очень послушательно. Знаете, если бы самый последний опсимист, обдышавшийся веселящего газа, послушал бы эти замечательные выступления, он повторил бы слова Сороса. А что он мог повторить после всего этого? Вы знаете, я бы таких людей в Давос просто не пускал бы. Пусть свою страну ругают, свою страну позорят, у нас внутри страны. Но если седание правительства, это было бы очень актуально. Выдите и скажите, товарищ Медведев, все варианты, которые связаны с вашими существами, негативны. Товарищ Медведев, он говорит, да, все они негативны. Для того, чтобы пришли иностранцы, должны сначала прийти свои. Потому что иначе непонятно, зачем мне туда идти, когда оттуда бегут все местные. То есть создается нормальный инвестиционный климат, и все будет в порядке. Нормальный инвестиционный климат, да, у нас плохая правоохранительная система, у нас плохая судебная система, у нас куча других недостатков, это все надо исправлять. Это долгая тема. Бороться с коррупцией, ограничивать произволом монополии, тоже понятная тема. Но это несложно. Несложно сформулировать. И несложно принципиально сделать. Хотя политически это очень тяжело. Потому что, что значит ограничить коррупцию? Это значит ограбить правящий России класс. Резко сократить его благосостояние. Придется серьезно бороться. Но, пожалуйста, даже в этих условиях не нужно думать. У нас большая страна, в ней очень много умных людей, которые делают самые разные вещи. Посмотрите, и вы увидите, что можно даже в наших условиях делать все правильно. Калужская область, губернатор Артамонов. Не могу сказать, что он академик, лауреат Нобелевской премии, что тут в этом духе. Простой, нормальный, здравый смысл. Дорогие товарищи инвесторы, вам что надо? Инфраструктура. Значит, мы за свой счет делаем вам инфраструктуру. Ставьте заводы, давайте нам рабочие места, повышайте степень локализации, то есть со временем все больше, так сказать, большую часть изделий, своей продукции производите из наших деталей. Делаем соглашение, и мы их будем выполнять. Нормальный человеческий подход. Мне нужно, чтобы здесь были вы. Что вам нужно в ответ? Не, мы поторгуемся. Я знаю чудесную историю. Там, значит, розы производят для всей Москвы. Пришли инвесторы современной голландской технологии, которой в Голландии нет, потому что зачем ломать старый цветник, чтобы сделать новый, когда и старый нормально работает. Это лучший, одни из лучших технологий в современном мире. Знаете, нам бы 9 гектаров. Посчитали эффективность, посчитали рынок Москвы. В администрации Калужской области. Нигде там. На Утсурсинг не отдавали, сами посчитали. Сказали, вы знаете, мне 9 гектаров мы вам не дадим. Только 30. Идете? Ну, Москва под боком. Граница Калужской областью с Московской, не нужно ее маркировать и отмечать. Она видна, потому что вдоль этой границы стеной стоят заводы. Да, это заводы в основном сборочные. Да, Калужская область с них пока не очень много имеет. Но, извините, уже имеет. А другие области, типа Московской, которая сам Бог велел работать на Московский рынок, ничего не имеют. Они не смогли договориться, они не понимают, как это разговаривать. Я знал людей, которые участвовали, ну, иностранные корпорации, их пригласили как консультантов для определения, где в России нужно разместить такие-то, такие-то производства. Они сначала обладили все свободные экономические зоны, объявленные, особые экономические зоны. Ничего нормального не нашли. А потом Калужская область, которая ничем тогда объявлена не была, ну, просто ребята одинаково говорят по-английски и по-русски, и они сильно обидели одного из вице-губернаторов тогдашних, потому что они в разговоре с ним постоянно непроизвольно переходили на английский язык. Ну, не потому, что хотели, так сказать, показать, какие они крутые, какие они образованные, а просто вот в этих терминах они привыкли говорить по-английски, а по-русски они привыкли с российской бюрократии говорить в других терминах. Ну, это было не очень вежливо, потому что человек не очень хорошо в то время знал английский язык. Но вот это было так. Пожалуйста, не надо учить наших чиновников, возьмите этого вице-губернатора, сделайте его вице-премьером по иностранным инвестициям, дайте ему полномочия в рамках нашей гнилой системы, пожалуйста, вы получите привлечение. Ну, не во все. Есть области, в которые не надо привлекать иностранных инвесторов. А то у нас в 90-е годы чуть-чуть не приватизировали завод, который не продан иностранцам, который производит шифровальное оборудование. Войность, естественно, была бы замечательная.